Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Халк Рагнарёк в Marvel Битве Чемпионов. Наконец-то нам добавили гладиатора Халка, и мы сегодня им пройдём новые карты, которые я уже показывал вам в предыдущем видео о Marvel Битве Чемпионов, а именно Возвышение Чёрной Пантеры. Пройдём мы, значит, на уровне Герой, возьмём вторую главу и Мудрость Гориллы, наверное, или давайте Сила Слона. Поменяю я сейчас состав команды, потому что данные персонажи мне не нужны. У нас синергию даёт, значит, Тор Рагнарёк, естественно. Сейчас мы его найдём, где-то здесь вот он должен быть, этот мужичара. Так, вот Халк у нас есть, Тор Рагнарёк. Так, Халк почему-то не взялся вместо Гамбита, всё, у него одна синергия есть. А также у нас должна синергию давать Чёрная Вдова. Но мы сейчас её отыщем Трёхзвёздную. Где же ты, где Чёрная Вдовашечка? Вот она у нас. Вместо Чёрной Пантеры возьмём. Что ж, давайте отправимся в бой. Я надеюсь, здесь не суперкрутые у нас соперники будут. Но если что, я допройду эту карту уже более прокачанными персами в команде. Итак, будем мы биться, в первую очередь, против Архангела. Итак, берём Халка. Блин, он здоровяк, реально. Видео вышло с запозданием. С большущим запозданием. Потому что сейчас у нас уже идёт конфликт на Киллмонгера. Это новая Чёрная Пантера, такая жёлтенькая. Хочу сказать, что Халк очень эпично выглядит. Мне он прям вообще понравился. У него одна из пассивных способностей это волнение толпы как раз. Блин, не успел ловкостью воспользоваться нормально. Так, чё-то как-то слабовато. Ну-ка, ещё разочек, нормально, нормально. Чё ты там хотел против меня противопоставить, а? Знаете, вторую спецатаку, которую я сделал, блин, в блок. На мне почему-то кровотечение. У Халка, значит, есть невосприимчивость к ядам в мире битвы. Но зато он хорошо воспринимает кровотечение. То есть он от него может погибнуть. Вот жаль, нету никакого звука. Почему вот он не издаёт какого-то рёва прям такого жёсткого, эпичного? Чё-то Архангел меня нехило так подбил. Давайте попробуем против Карнака побиться. Но сначала надо подлечиться. Надо, надо подлечиться. Отписывайте в комментариях, как вам вообще данный персонаж. Халк, Рагнарёк, кто выбил, кто не выбил. Я набрал 1 миллион 600 тысяч очков в трёхзвёздной акции. Но потом у нас появился кристалл Киллмонгера. Надеюсь, я правильно его произнёс. И именно в этом кристалле с первого раза я ещё размещал пост в группе ВКонтакте. Кто не подписан, ссылку вы найдёте в описании. О том, что мне выпал 4 звёздных Халк, блин. Такое у меня случается очень редко. И новые персонажи практически никогда не выпадали. Давайте посмотрим на тяжёлую атаку я хотел провести, но чё-то не получилось. А вот теперь посмотрим на суперспецатаку. Чётко, прям как в фильме. Кто посмотрел фильм Тор Рагнарёк, я думаю, вы будете со мной согласны. Но реально он здесь прям так же, как в фильме выглядит, очень эпичный, очень крутой. Но не знаю, им бы он или нет. По его характеристикам, конечно, он должен быть имбой, но не такой уж... Крутой. Это что за перчаточка? Думаешь, ты можешь забрать мой трон? У меня в руках сила Космоса. Да, я заберу твой трон, мужик. Не сомневайся даже в этом. Продолжаем биться Халком. И в этот раз против меня Шельма, красавица, которая может забирать энергию. Помимо, значит, волнения толпы, у нас есть возможность оглушить соперника, по-моему, после... Первый и второй спецатаки. Молния ЦРУ, Трамп, Викиликс. Чё-то, чё-то интересное такое. О, запрет на излечение. Это хорошая штука. Тяжёлая атака. Нет, дорогуш, не-не-не, не надо с меня забирать жизни. Нет. Вот так, отлично. Короче, нужно посмотреть на свайпы, на тапы ещё более подробно. И, конечно же, на вторую спецатаку. Хотя, вроде, я её проводил. Итак, значит, у него есть запрет на излечение. Был после первой спецатаки. Так, берём снова Халка. Далее, невысприимчивость к ядам мира битвы. Но, в данном случае, я пока не бился с кем-то, кто мог бы отравление какое-то на меня назначить. Слышь. О, вот здесь он рычит во время битвы. Почему он не рычит, когда побеждает, а? Также у него периодически появляется неудержимость. Вот сейчас мне этот, блин, войт понизил точность. Говнюк завалил меня. Ну, ничего, мы сейчас восстановимся в лёгкую. Возьмём снова Халка. Восстановление у меня масса. Какой уровень взять, даже не знаю. Давайте средний возьмём, второго уровня. Восстановимся и снова ринемся в бой. Отпишите в комментариях, кто уже более подробно рассмотрел данного персонажа. Я думаю, многим подписчикам это будет интересно почитать. А кто-то из вас может поделиться действительно полезной информацией. Так, давай мы тебя попробуем. Первая спецатака. Вышил меня. Не получилось оглушить. А зато меня он завалил. Ну ладно. Думаю, нам надо перейти... ...в режим конфликта. Но прежде чем мы перейдём, нужно помочь своему союзу. К сожалению, союзом я практически давно не занимаюсь. Спасибо офицерам, которые поддерживают его состояние. Так, давайте поможем всем. Сейчас все выбивают киллмонгера, насколько я помню. Сейчас перейдём в конфликт и как раз посмотрим точное его название. Я буду выбивать трёхзвёздного. Может быть, в дальнейшем я получу и четырёхзвёздного, как это получилось с Халком. Но в данном случае мы в конфликте поборемся и трёхзвёздным Халком, и четырёхзвёздным. По синергиям у него, значит, Тор Рагнарёк и Чёрная Вдова. Естественно, она ему плюшки тоже даёт. Итак, всё, всем мы помогли. Отправляемся в конфликт. Да, помимо того, что у нас конфликт идёт на вот этого киллмонгера, давайте посмотрим. Киллмонгер. Также на английском языке. Скорее всего, со следующим обновлением его всё-таки как-то переведут. Но позже я обязательно сделаю видео на него. Не знаю, в дубле он мне попадётся или не в дубле. Посмотрим. А сейчас один на один. И возьмём, конечно же, нашего Халка-Гладиатора или Халка-Рагнарёка. Вот он. Давайте четырёхзвёздным побьёмся, потом возьмём трёхзвёздного. В данном случае против нас Колосс. Слабенький, слабенький. Жду, конечно же, сейчас в мае как и Мстителей, так и Дэдпула 2. Думаю, это будет реально интересно. Так, давай, давай. Тяжёлая атака. Давайте посмотрим на свайпы, если он мне даст. Свайп не получился. Раз, два свайпа. Отлично. Ещё раз. Два. Блин, два не получился свайп. Короче, у него должна неудержимость ещё урубаться, а особая способность у него это палец вниз. Тоже от толпы всё зависит. Так, давайте вторую спецатаку. Оглушения не было. Но был другой какой-то эффект. В конце видео я перейду в информацию о персонаже и посмотрю, что он ещё из себя представляет. Какие-нибудь его фишечки. Ну и вы делитесь своими впечатлениями от данного персонажа. Так, где-то вот здесь он у нас отлично. Трёхзвёздный. Ну, я буду качать четырёхзвёздного. Трёхзвёздного не вижу смысла качать, когда у вас есть четырёхзвёздный. Может быть, потом я получу ещё Камни Пробуждения специальной способности для четырёхзвёздного персонажа и обязательно её прокачаю. Воу-воу-воу-воу-воу. Кстати, неплохая такая схватка. Практически эпичная, потому что в Мстителях, в каких-то Эра Альтрона, насколько я помню, Халкбастер бился как раз против Халка. И при этом он ещё не победил, насколько я помню. То есть Бэннер потом уже проснулся такой человеком, типа, а чё случилось-то? Ну, красава, Халк мне вообще нравится. Как и внешне он выглядит. Единственное, я не увидел у него вот этой способности, которая должна периодически включаться, это неудержимость. А также оглушений что-то не было. Но, видимо, процент очень маленький. Давайте получим все подарки, которые мне прислали. Так, это не прислали, да? Подарок. Подарок получен. Подарок. Всё понятно. Нужно кому-то тоже отправить подарок. Давайте выберем, кому. Фанат Брейна у меня даже в друзьях есть или в Союзе. Так, Валентина. Девчонки даже есть, прикольно. Так. А вот кто мне отправлял? Можно посмотреть? Прочитанное. Ты кто у нас? Игрук Синий Гоблин. Давайте вот Синему Гоблину отправим. Кто первый попался, тот сейчас и получит от меня подарочек. Если у меня, конечно же, жетонов хватит. Синий Гоблин. Синий Гоблин. А что у меня, Синий Гоблин в друзьях нет? Это как-то грустно. Это как-то грустно. Так, давайте выберем, кому же отправить подарок. А может быть, кстати, так, запросы. А есть Союзы. Давайте вот конверт вот этот отправим. Следующий шаг. И вот здесь, я думаю, можно Саньку, к примеру, отправить. А можно Годсмаку еще? Да, можно нескольким. Так. Чтобы, так скажем, немножко поощрить. Витальки отправим. И Меченый Сталк. Давайте им подтвердить. Итак. Ты послал подарок. В количестве один предмет трем игрокам. Войдя в игру, этот игрок получит сообщение об этом. Ну, классно. Все, немножко мы подарили. Значит, я уже тут нехило так прошел. У меня уже, скорее всего, доступна следующая серия. И вот можно дальше продолжать набирать очки. Но это я буду уже делать не в видео. Переходим в кристаллы. Было много комментариев. Мы сошлись на том, что информацию о чемпионе лучше читать в самом конце видео. И я вас поддержал. Давайте заберем немножечко кристаллов тут. Так. Все понятно. Здесь что у нас осталось? Кристалл осколков. Давайте посмотрим, что здесь. 600 обычных. Так. Вас требуют. Давайте вас требуем. Без проблем. Да нет, я сказал. Вот это мне нужно востребовать. Кто здесь нам попадается? Двухзвездный. Кто? Кто? Вау! Трехзвездная пантера. Прикольно. Я найду, куда и сошки эти применить. Так. Отлично. Осколки здесь у нас есть. Вот можно, кстати, 10 кристаллов престижных открыть. Здесь вот конверты. Давайте конверты пооткрываем. Глянем, что здесь мне прислали мои подписчики и союзники. А у нас здесь выпадает... Опа! Нифига себе! Серьезно? Такие ништякосы крутые. Еще давайте 10. Нотбеты, золотишко и сошки. Решил я, короче, реально забить на гамбиты и качать человека льда. Так, посмотрите, большой красный кристалл. Вау! Здесь уже... Осколки кристалла пятизвездного героя есть. А также есть у нас романтичный кристалл за вход. Недавно прошел День Святого Валентина и я хочу вас поздравить с этим прошедшим праздником, к сожалению. Вот выступал я в этот день и заранее у меня никак не получалось сделать видео. Давайте посмотрим, что здесь может выпасть. А здесь я смотрю, очень часто появляются четырехзвездные персонажи и немножечко прям вообще трехзвездных. И кто же выпадет мне здесь сейчас, а выпадает Шторм? Вот от четырехзвездной Шторм я бы вообще не отказался, но и трехзвездная тоже хороша, потому что у нее сейчас будет прокачана душа. Но на самом деле не душа, а кое-что другое. Что ж, давайте 10 престижных кристаллов откроем. Так вот, у Шторма прокачается ее специальная способность. Давайте, открываем 10. И что же здесь у нас? Одни двухзвездные. И трехзвездный Человек-паук-симбиот. К сожалению. Ну ладно, я найду куда применить эти ИСОшки. Давайте почитаем, что там пишут о нашем прекрасном и неповторимом Халке. Не хочу. Закрыть. И так, значит, ищем нашего четырехзвездного Халку. Что у трехзвездного, что у четырехзвездного. У него одинаковые способности есть, но повышаются сами характеристики, в отличие от трехзвездного. И так, бонус синергии у нас. Есть, значит, здесь вот Тор Рагнарёк. Атаки ломать могут стать неблокируемыми с 20% шансом. А Тор Рагнарёк у нас получает специальные атаки, становится неблокируемыми, когда активно увеличение энергии Дара Богов. Далее у нас, значит, Чёрная Вдова. При получении удара Халк с 20% шансом может ломать во время следующей атаки. Ломать это, насколько я знаю, у него пассивная способность. К ней мы перейдем чуть позже. Далее, Беспредел. Это Хель нам дает. Шанс Халка ломать при каждой атаке увеличивается на 400%. При активном Иди Сюда. Хелла начинает бой с одним усилением ярости. Если у неё нет усиления ярости, в течение 10 секунд она его получает. А также тщедушный Бажок. Вот так вот оно называется. Халк у нас получает плюс 1000 к сопротивлению физическому урону при неудержимости. Not bad. А также у Локи базовые атаки против него промахиваются с шансом 10%, если его противник находится под действием усиления. Что ж, коронная способность. Палец вниз. В конце боя толпа будет судить бойцов, подняв или опустив палец. То есть, кого признает достойным, будут жить и сражаться. А те, кого посчитают слабыми, падут. Пассивная, улучшенная иммунная система делает абсолютно невосприимчивым к ядам мира битвы. У трёхзвёздного такая же фигня. Любовь толпы, пассивная. Здесь вы можете сами прочитать, если у вас есть Халк. Короче, чем выше волнение толпы, тем больше у Халка будет усиления различных. То есть, допустим, у нас вот здесь толпа жаждет крови. И ей плевать, кто её проливает. Каждый раз, когда Халк или противник наносит удар, волнение толпы повышается на 5. Пока волнение толпы равно 100, все атаки Халка будут с эффектом ломать. Эффект ломать, вот как раз пассивный. При каждой атаке Халк с 5% шансом может начать ломать. Кроме того, каждые 15 секунд Халком овладевает гнев. И его следующая атака получает эффект ломать. При эффекте ломать Халк становится неудержимым и получает плюс 139 к атаке. Тяжелые атаки, значит. Если атака с эффектом ломать, то активируется дополнительный бонус плюс 222,4 к показателю атаки. А волнение толпы повышается на 15. И далее, иди сюда пассивный. Халк впадает в ярость под трусливыми эффектами, наносящими урон в течение времени. В ярости Халк получает плюс 278 к атаке, плюс 70% к шансу, что противник запустит специальную атаку. И моментальное восстановление 70% нанесенного урона. Дальше спецатака 1. 100% вероятность наложить эффект запрет на излечение, не дающий противнику восстанавливать здоровье в течение 10 секунд. А также 80% шанс вызвать оглушение на 1,75 секунды, если волнение толпы меньше, чем 100. К сожалению, что-то оглушение вообще я от Халка не дождался после спецатак. Далее у нас спецатака 2. 100% шанс вызвать у противника истощение, не позволяющее ему восстанавливать энергию после пропущенного удара в течение 5 секунд. Далее 100% шанс вызвать оглушение на 2,25 секунды, если волнение толпы больше, чем 99. Специальная атака 3. Если атака с эффектом ломать, то активируется дополнительный бонус плюс 236,3 к показателю атаки. А также волнение толпы устанавливается на 100 после выполнения данной атаки. Биографию вы можете вот так вот почитать, я думаю там ничего интересного не написано. Все скорее всего по фильму, спойлеры я оставлять не буду. Ну а на этом все, с вами был по-прежнему Фликер, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok